так всем привет мои дорогие ну что на сегодня видео про два новых парфюма про подарки это подаренные два аромата конкретно их я выделить хочу в отдельное видео потому что но они как бы по тематике подходят до отдельные там арабы арабскую парфюмерию вы любите смотреть в целом весь весь youtube любит смотреть арабскую парфюмерию посмотрите эту тушь не дотерла видимо вот поэтому я как бы хотела про про них конкретно снять про них так я вспомнила последний минут что не носил ничего на щеки розового блестящего и поэтому я нанесу такой вот аля хайлайтер аля румяна золотисто розовые вот я чуть-чуть сотру вот эту вот штучку все все я вернулась ком и так мои дорогие значит два аромата какие это ароматы это и бренд латафа и бренд альхамбера оба мои любимых бренда ну давайте начнем мы сначала по мере того как я их на себя наносила первый аромат это мэйсон альхамбра это вот который с оленем бренд такой да вот это аромат считается закосом там на какой-то знаменитый нишевый аромат в общем-то аромат про розу я вообще вот я только сейчас стала выписывать что заявлено в этом аромате я поняла что я его вот как-то я его по-своему ощущаю здесь по моему 100 миллилитров объем то есть огромный объем вообще здесь парфюм вообще новый розный фруктово розный аромат как я его слышу я его слышу очень-очень розным очень фруктовым и фрукты уходят даже в личи почему-то для меня я здесь четко слышу древесную базу которой нет для меня аромат довольно интересный такой вечерний немножечко такой вот как он он не слишком сладкий он не очень густой но не простой это не компот но что хочу сказать никакой никакого личи ничего такого здесь нет то ли здесь роза похоже как будто в парфюмс дем как там парфюмс деморли длина то есть такая роза длин новая роза да то ли в общем то какая-то связка ну что-то мне напоминает вот именно то есть это явно фруктово но это именно про как будто бы личи звучит аромат аромат очень стойкий заполняет собой пространство я его нанесла буквально один пшик потому что с крышки понюхав я такая думаю это что-то про личи что ли а я не очень люблю личи я нанесла его один пшик заходил муж зал у нас как бы не совсем маленький да по квадратуре он готова ты тут на пшикалась но он не с того что как бы плохо пахнет а с того что как будто бы слишком много я года я один пшик вообще нанесла то есть он такой очень густой такой распространяющийся по ощущениям знаете я его сильно так долго не выгуливала куда-то на улицу или еще куда-то чтобы определить конкретно если шлейф да вот это вот все но я поняла что аромат заполняет собой пространство он классный хорошее оформление у вообще у брендов латафа вот этих вот альхамбра прекрасная ценовая политика классные флаконы очень тяжелый здесь металл здесь это тоже металл и здесь нет здесь не металл вот короче говоря очень-очень классный такой знаете как soft touch покрытие такого полубархатная да скажем так такое матово в общем прекрасный аромат в этот же день после этого аромата давайте кстати что заявлено да а заявлено у нас кстати розовый перец в старте которого я абсолютно не ощущаю так ну здесь в принципе я и гидеон какой-то заявлено это как белая цветочность я ничего такого не ощущаю бергамот но бергамот может быть чуть-чуть но его бы я даже больше положила болгарская роза турецкая роза но это очень розный просто бесконечно розный аромат значит египетский жасмин амбра и мадагаскарская ваниль то есть здесь даже ваниль я не ну что-то сладкое но как будто бы роза сладкая знаете такая фруктовая явно фруктовая роза но я здесь слышу деревяшки и даже такие немножечко знаете это не ут даже ну вот какие-то деревяшки такие теплые я не знаю может амбра здесь так звучит не понимаю вот ну понятное дело что как бы арабы они могут сделать немножечко по-другому не так как мы привыкли и все остальное вообще очень часто я смотрю кстати видеоролики и говоря девчонки что сейчас они слышат совсем другое не то что заявлено в пирамидах именно у арабов но для меня это я не скажу что это длина нет потому что это все таки такой густой и вечерний аромат да что все таки здесь я прямо дерево теплое слышу и вот эти вот заслащенную розу и явно фруктовый такое фруктовое звучание но я бы сказала что лич как будто бы здесь правда присутствует я не знаю может быть египетский жасмин дают сладости какой-то фруктовый отголосок почему меня это уводит именно в в личевость я не понимаю возможно роза да вот я так часто коннектят с лич последнее время что просто уже ну как бы так на автомате воспринимается аромат и следующий аромат прекрасная вообще вот я в нем теперь постоянно практически каждый день это уже латафа бренд кстати я ранее не видела вообще такой именно у них аромат вот значит значок латафа у них всегда такие вот голограмм ки на упаковках маха щен ну как я так читаю да маха с син кристалл вот так выглядит коробка здесь идет набор вообще он идет с дезодорантиком с таким маленьким дезодорантом вот я не знаю на коробку наверное придется выкинуть потому что очень много места занимает но про аромат в общем девочки после этого аромата буквально там прошло три часа я думаю нанесу я вот этот парфюм этот аромат легкий этот аромат даже летний да это аромат чистоты это аромат я подумала что мускус но нет здесь мускуса здесь аромат чистоты действительно но это фруктовая чистота я здесь тоже слышу явные фрукты которые знаете как будто бы действительно тоже есть отголосок личиевости почему личи личи я считываю как нечто такое сладковатое плотное и это меня нотой притягивает она такая награнина может меня подушить я подумала что вот эту фруктовость так как я нанесла этот аромат поверх вот этого аромата хоть и не сразу через несколько часов но все-таки я подумала что вот эта фруктовость отсюда перешла вот в звучание да вот яблоко вот я здесь слышу яблоко не четко не отчетливо но если просто уже знаете вот как-то вечером я уже я просто не понимаю чем пах пахнет аромат и я взяла его начала внюхиваться я поняла что все-таки где-то чуть-чуть я слышу яблоко да здесь явные фрукты но все-таки фрукты здесь именно от белых цветов здесь фрезия ладыш жасмин и гордения вот гордению и фрезию я здесь хорошо слышу и даже возможно фрезию больше а фрезия она может давать такой фруктовый отголосок и здесь есть сейчас я уже понимаю что это совершенно не лич конечно же здесь есть то ли то ли абрикосы то ли персики в общем что-то такое это еще кстати жасмин может тоже давать в общем белые цветы которые уводят нас в сладость в фруктовость значит яблоко черная смородина танжерин и бергамот в старте но яблоко я слышу никакой там танжериновости не слышу вообще ничего такого цитрусового или горчащего или что-то такое я абсолютно не слышу ваниль сандал мускус и амбра да действительно очень мускусный очень чистый очень нежный очень мягкий невероятно женственный ну не могу сказать вы что он не удушающий потому что вот эти белые цветы которые они именно отвечают за фрукты в этом парфюме и они плотные хотя аромат нежный и мягкий этот аромат подарили потому что купив его да как бы как будто бы не слышали я прям слышу аромат девчонки я выхожу на улицу я там вот сама ближе к вечеру позавчера вышла значит окна мыть я прямо слышу этот аромат учитывая что я его не наносила я просто распустила волосы а допустим вчера я как-то наносила и на волосы попала то есть прям шлейф какую-то майку я одеваю вечером была нанесла аромат на следующий день эту же майку и могу надеть я прям слышу этот аромат и аромат он звучит как он не орет я не могу сказать что он тихо звучит он звучит мягко свежо нежно женственно фруктово но и при этом эти фрукты они нет нет могут даже под душить меня то есть я его прям хорошо ощущаю на себе вот видите кому то не подошел аромат а я прям девочки упиваюсь но его нужно буквально я там два-три пшика наношу и практически на целый день но опять же чтоб я слышала потому что к вечеру например я могу уже его от себя не ощущать но если одежду я надену на следующий день то я как мне как будто бы волной заново обдает и я вновь в этом аромате в общем все еще люблю всю арабскую плюс-минус парфюмерию за стойкость за красивые красивое звучание ароматов за цену за флаконы да конечно иногда вы черные бывают но все таки но здесь это как бы принципе клон на нишу и внешне да в том числе вот и буду с удовольствием пользоваться по поводу этого аромата да он очень розный 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 он такой поплотнее конечно же чем вот этот аромат но вечером летом я с удовольствием могу им пользоваться то есть это не то что знаете прям густой тягучий согревающий какой-то зимний аромат но все-таки нет прям конкретно его покупать просто как один на все времена года я бы тоже наверное не советовала потому что на днем жару вы может и сможете кстати говоря пользоваться потому что я знаю таких кто просто купила знаете и значит год им пользуются и и на праздники и не на праздники и летом и зимой поэтому да возможно но это очень розный аромат но розно-фруктовый конкретно прям фруктовый такой плотный вот наверное да может быть там роза такая тепкая маслянистая что мне дает ощущение как будто лич туда еще положили потому что личи меня подушивает а здесь меня как будто бы роза что ли подушивает но она при этом очень такая сладковатая такая очень фруктовая в общем два прелестных аромата спасибо леночки за посылочку большая посылка я показала немножечко на бусте канале вот ну буду плюс-минус показывать потом да что носила что как просто эти два аромата я хотела выделить так как это все-таки арабы арабы сейчас набирают неплохие просмотры на ютубе и в общем то я решила воспользоваться этим и показать вот эти два прелестных аромата вот это вообще мой любимчик я его никогда не видела как будто вы знаете но просто здесь такие вот флаконы они ну красивые да а этот какой-то такой безликий если сравнивать в принципе с арабами и возможно я его видела просто глаз не зацепился но сейчас это просто вау это мускусная это фруктовая это свежо но это и плотно в том числе вот знаете с чем можно сравнить да с флёрный ракотик где есть и свежинка и где есть огромное количество фруктов это ну смысле не клоны вообще ничего похожего нет вообще не знаю на что возможно похож этот аромат но для меня он просто парфюм но это не избитое звучание это довольно плотно это классно это фруктово это белоцветочное это и вкусно это и нежно это и женственно короче говоря вообще вот этот мой любимчик просто любимчик вот и я думаю что наверное нужно мне самой тоже в том числе заказать какой-нибудь арабский ароматик новенький в прошлом месяце я заказывала один но этот месяц только начался но я думаю что да я хочу что-то от арабов хотя объемы большие конечно же стойкость вполне себе прилично ароматы в том числе настаиваются вот есть у меня пару ароматов на которые я смотрю смотрю я их как бы предполагала в общем так так более к теплому до времени года приобрести возможно в этом месяце еще какой-нибудь один аромат я значит прикуплю вот ну а так эти вообще шикарные ароматы вот этот просто сейчас мой 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 вообще сейчас наверное даже но я не знаю вот стоит его наносить понимаете потому что потом же я буду снимать видео какие ароматы носила эти две недели у меня знаете снова кроме вот этого аромата собственно говоря и показать нечего будет да ладно вчера я его не носила сегодня нанесу очень нежный очень женственный вкусный но я не знаю вот видите кто-то не слышит а я слышу на грани на грани то есть вот мягко как будто бы не громко но при этом диффузные заполняющие когда выхожу на улицу шлейф просто отлетает и я понимаю что ну как это не громко когда это довольно таки ощутимо и я бы даже не сказала что здесь вот так сильно я слышу белые цветы как фруктовые ноты это что-то с мякотью это что-то на такое я не знаю может быть что-то про про манго немного про личи вот такое немного в тропики уходящие вот эти вот фрукты и это в базе это про чистоту все равно да это не про порошок это не про мыльность но мускус чистый освежающий здесь все таки присутствует в этом аромате и в общем прям очень красивый парфюмчик получился все мои дорогие огромное спасибо за просмотр я надеюсь что вы не забыли мне поставить лайк если вы не подписаны то можете подписаться вот на бусте сегодня тоже я собираюсь снять какое-нибудь видео так что проходите смотрите у нас там каждый месяц проходит розыгрыш подарочков вот значит за прошлый месяц мы уже провели розыгрыш подарочек я уже отправила так что ближе к середине месяца у нас будет снова розыгрыш на бусте канале все мои дорогие до новых встреч пока пока